Друзья, всем привет! Сегодня полезное видео, которое пригодится тем, кто собирается строить или строит собственный дом. Те, кто следит за моим каналом, знают, что я в этом году начал строительство каркасного одноэтажного дома. Стараюсь делать все правильно и экономно там, где это возможно и оправдано. На данном этапе в доме предстоят черновые работы, прокладка коммуникаций. Об одном из видов таких коммуникаций я и хочу сегодня подробнее поговорить. Речь пойдет об электрике. Поделюсь с вами собственным опытом, расскажу, где не переборщить, а где наоборот лучше добавить. Но давайте обо всем по порядку. Для начала я вам посоветую, вот из личного опыта, иметь на руках проект инженерных коммуникаций и желательно дизайн проект. Или хотя бы наброски того, где какая мебель будет располагаться. Это очень сильно упростит вам жизнь в будущем. У меня этого ничего не было, а проект, в котором устроили этот дом, содержал только архитектурный раздел и конструктивных решений. Там, конечно, были наброски, где как располагается мебель, но мы от проекта немного ушли. И уже ориентироваться на данную расстановку не было никакого смысла. И вот на этапе монтажа электрики мы столкнулись с данной проблемой. Мы не понимали, где что должно находиться. Точнее знали, но примерно. А надо было точно. Ну, кое-как в суете, конечно, мы все разобрались, все нашли. Но если бы был проект инженерных коммуникаций, то такой проблемы просто бы не было. И даже до сих пор мы не до конца определились в одной комнате, где и как должны располагаться выключатели. Поэтому заложили сразу в двух местах. А это перерасход материала. В общем, я советую потратить немного денег и сделать такой проект, чтобы потом сэкономить на материалах. Потому что впоследствии может получиться так, что некоторые розетки загорожены мебелью. Дверь открывается в одну сторону выключателей с другой стороны. Это все перерасход денег, неудобства и так далее. Итак, допустим, определились мы, где у нас розетки, либо у нас на руках появился проект. Дальше нужно определиться, какие у вас хотелки. Расскажу про свои. Не хотелось слишком просто все делать, ведь строим современный загородный дом. Но и в то же время не хотелось перебарщивать. Хотелось действовать по принципу разумной достаточности. Во-первых, все должно быть надежно и с запасом прочности. Ведь дом деревянный и проводка скрытая. Не экономил на проводах и автоматах. Провод взял NUM с сечением для розеток 3х2,5, а для освещения 3х1,5 мм. Также можно взять провод VWG NG. NG это значит негорючий. Либо VWG NG LS. Он негорючий, еще LS это low smoke, выделяет мало дыма. Ну, в принципе, тут каждый сам решает за себя. Или, возможно, монтажники вам подскажут, какой лучше провод взять. У меня вот такой. Я, в принципе, им доволен. По расходу кабеля скажу, что на мои 100 с лишним квадратных метров дома ушло примерно 300 метров кабеля 3х2,5 мм. И где-то 200 метров кабеля 3х1,5 мм. Вот осталось немного, но еще наверняка придется чуть-чуть докупить. Теперь я хочу рассказать про щит. Ведь провода должны куда-то заходить и к чему-то подключаться. Взял нормальный металлический хороший щит и хорошие качественные фирменные автоматы. Я считаю, что автоматы лучше брать одного производителя. Ведь так они более предсказуемо работают друг с другом. Заказывал в основном все в интернет-магазине ATM. Ведь они как раз заточены под инженерную систему, у них адекватные цены и большой ассортимент. А также удобное приложение. Понравилась также корзина с возможностью экспорта. Так, накидал что нужно и отправил заказчику, если вы монтажник. Либо наоборот, заказчик, который сам все закупает и все позиции можно удобно скинуть на проверку, чтобы чего-то не упустить. Плюс у меня накопились баллы, которыми я оплатил заказ. Если что, есть промокод совета3000, который дает скидку до 3000 рублей. Введите его в специальное поле в корзине при оформлении заказа и получите свою скидку. Имейте ввиду, собирал щит не я. Я в этом деле не профессионал. Я лишь рассказал, какие хотелки хотел бы здесь увидеть. Итак, начнем. Например, вот такие цифры, которые показывают напряжение и нагрузку. Но на самом деле это как бонус. Это устройство защиты. Позволит защитить ваше оборудование от скачков напряжения. Как в меньшую, так и в большую сторону. Оно настраивается, но смысл такой. Если на фазе, например, будет меньше 160 вольт или больше 250, то оно просто отрубит эту фазу. Для каждой фазы поставили отдельное устройство, чтобы не вырубал весь дом. Если проблема только в одной фазе. А такое у нас бывает. Далее, когда-нибудь поставлю генератор. И вот, чтобы потом не думать, куда и как его подключить, предусмотрен вот такой реверсивный рубильник. А провод для генератора выведен под дом и ждет своего подключения. Пусть я его сейчас не буду использовать, но зато потом мне придется ломать голову о том, как запитать дом от генератора. Хоть и редко, но неполадки в сети случаются. Установлена группа УЗО и автоматы на освещение и розетки в комнаты. Все подписано и расписано. Запутаться не получится. Далее из хотелок заложено несколько проходных выключателей. Первое это в прихожей, включили свет при входе, прошли до коридора, выключили свет в прихожей, включили свет в коридоре, прошли до гостиной и выключили свет там в коридоре уже. Также такие выключатели заложены в спальнях. При входе включили свет, легли на кровать и возле кровати проходным выключателем этот свет выключили. Это стоит не сильно дороже, но это дополнительное удобство. Но самая прикольная котелка, я считаю, это вот эта клавиша, называется мастер-клавиша, с помощью которой при выходе из дома выключается весь свет в доме, а также все ненужные розетки. Останутся только розетки в котельной и кухне, чтобы работал холодильник, а в котельной, чтобы работал непрерывно котел, водоснабжение, все коммуникации. Постоянно торчат в розетках зарядки для телефонов, маленькие и опасные в некоторых случаях штуки, китайские гирлянды и так далее. Работает клавиша через реле, которая находится в щите. Вот, слышите, как щелкает, когда я включаю или выключаю. Также на улице выведены провода для уличных розеток и уличного освещения дома. Розетки я планирую разместить по углам дома и у карнизов. По углам это удобно, не придется растягивать 50-метровые удлинители, чтобы подключить какую-нибудь мойку или что-то еще. А у карнизов розетки нужны, чтобы подключать те же гирлянды, не будет висеть провод и портить вид. К щиту подходят три 32-миллиметровые ПНД трубы, в одной из них заложен вводной кабель, а две из них резервные, потому что, например, проведут интернет или что-то еще. Просто засасываем пылесосом веревку с целлофаном, далее привязываем к проводу и вытягиваем. Готово, провод в трубе. Кстати, да, провод от трубостойки у меня проложен под землей. Прямо перед самым снегопадом успел сделать траншею и закинуть туда трубы. Копал на глубину 70 сантиметров, присыпал песком, чтобы какой-нибудь камень не уперся. Также сверху закинул некое подобие сигнальной ленты, чтобы в случае земляных работ увидеть ленту и знать, что под ней провод. Вроде вкратце постарался все показать и рассказать. Может быть, возьмете для себя какие-то некоторые решения, подсмотрите. Опять-таки, я действовал по личному принципу необходимой достаточности. У всех эта достаточность может быть разной, у кого-то в меньшую, у кого-то в большую сторону. Но я показал, как и сделал я. Также я не старался вникать в технические детали, ведь я в этом деле не профессионал и могу дать вам ошибочную информацию. Поэтому я лишь постарался поделиться собственным опытом и взгляд на то, как должно это выглядеть в собственном доме. Из бонусов могу поделиться тем, что успел в детской продырявить розеточный провод прямо посередине, пока монтировал строительные плиты. Но ребята меня выручили, приехали и предложили собственными руками исправить собственную же ошибку, чтобы у меня впоследствии не возникало желания просверливать провода саморезами. Преподали мне урок по соединению с помощью гильз. Спасибо за урок. Впредь буду внимательней. Друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, нашли для себя что-то полезное. Наверняка меня смотрят профессионалы. Дайте свои комментарии. Возможно, я что-то упустил и в данный момент могу еще что-то исправить, пока не зашил все в черновую отделку. Если будут дополнительные вопросы, задавайте их в комментарии. Обязательно на все отвечу. Также не забывайте подписываться на канал и подписывайтесь на канал в Телеграм. Там тоже много чего интересного. Так что всем спасибо за просмотр и до новых встреч!